Доброе утро всем! Представляете, сейчас опаздываю, во-первых, на работу, потому что у меня есть клиентка одна, у меня видео снимала, как пьяная клиентка вынесла весь мозг, но она англичанка или американка, хрен его знает, кто, американка, походу, но и она любит поквасить, и сейчас ее, в общем, увозило это, скорая помощь там встала, у нас же улицы узкие, в одном направлении только, вот там такая очередь выставила, потом, чтобы скорая помощь выехала, нужно нам всем было назад дать, все это на склонах, в общем, капец, трындец, одна соседка там проходила, а мне-то не видно, кто там, я вижу, что скорая помощь, а кто там, и что там, не видно, я такая ее спрашиваю, кто, кого, кого увезли, она такая, да вот эту вот англичанку, я говорю, да, а что же с ней, она говорит, не знаю, а она, ну, пьет прям по страшному вообще, может, мандыкнулась, может, еще что, в общем, когда выпишут, я спрошу у нее, и вот представляю тебе, мы сейчас минут 10 стояли, никто не бибикал здесь, знаете, вот, старали, потому что прям на повороте, то есть не видно было, что стоим, как стоим, и никто не бибикнул, ничего не спросил, все как стояли, так и стоят, раз стоим, как говорится, значит, надо стоять, вот, мне, а я прям как раз на повороте была, и то есть не было видно попу скорой, вот, заедет вот в такой вот, допустим, туннель скорой, и все, и трындец. Я сегодня немного припозднилась с работой, вот, пришла клиентка, помните, как я говорила, что я одной клиентке оказала, отказала стричь, вот, сегодня она опять пришла, покрасила, сделали элмилирование, так осторожно, может, мне кончики подстричь, я говорю, ну ладно, давай, вот, и, в общем, сегодня она вела себя замечательно. Я себе почистила манго на десерт, это у нас привозной манго, с Перу, по-моему, вообще не идет в сравнении с нашим, который вот с нашей зоной, у нас просто сейчас не сезон, я делаю себе сосиски на гриль, и с овощами вчерашние, ну, будет у меня вот такой обед, и, в общем, манго не идет ни в какое сравнение, которое у нас растет. Ну, пока у нас не сезон, будем есть перуанское манго и мой хлеб. Хлеб как хлеб, мне вот нравится такой, знаете, с кислинкой, чтобы, ну, с кислинкой у меня овощи, там же уксус. Делала себе кофейку, сериал смотрю, дочери Гюнеш. Вы знаете, у меня отмазки от этой хераски не только прыщи на морде лица, но и облазит нос. Не знаю, вам видно или нет, но это трындец какой-то. Из-за того, что маска вот так сильно лежит на носу, именно, знаете, вот эта часть. То есть, у меня часто обгорает нос, и я знаю, что такое обгорелый нос, и когда... И когда нос вот так просто облазит от того, что маска постоянно на ней висит. У нас как-то как пасмурно, что ли, но очень тепло, и ветра нет. Все жду, не дождусь, когда у меня калы полезут и начнут цвести. Они, знаете, у них цвет вот такой. Темно-фиолетовый, такой даже более темный. Ой, ну это вот. Кстати, спасибо вам за то, что вы мне дали название, как этого цветка. Вот, и написано, что он будет постоянно цвести и очень неприхотлив. Ну, у меня все цветы неприхотливые, но я их заливаю. Но сейчас стараюсь не поливать так часто, как раньше. То есть, некоторые, знаете, говорят, раз в неделю поливать. Для моих цветов раз в неделю это очень много. Может быть, все зависит от влажности. У нас влажность в среднем, знаете, какая где-то. Что ты тут на моей кровати сидишь? Вот сейчас у нас влажность. Дома 50%. Шкаф, как всегда, открыт. Он у меня всегда открыт. Хотя вот эту сторону я сейчас закрываю постоянно, потому что сейчас уже, ну, сейчас сегодня нет солнца. Но сюда заглядывает солнышко. И, в общем, чтобы у меня там мои платья и все такое не сгорели, я закрываю. Постоянно вот эти вот обрываю, чтобы они силу не брали у цветка. Они прям прут. Вот так делаю, потом, потом типа ветром все это уносит. Вот к чему я говорила. Влажность сейчас 50%, а ночью доходит до 70%. То есть, у нас как бы влажновато, да. И раз в неделю поливать цветы, это вот раз в неделю раньше поливала и заливала. Представляете? Поэтому вот я цветы раз в 2 недели, может быть, даже раз в 3 недели поливаю. Вот. Даже вот палец туда вставляю. Все равно, в общем, как-то приспосабливаюсь. Вот эти все рекомендации в интернете там по поливу цветов, ко мне они никак не относятся. И вообще, мне кажется, цветы это такое дело индивидуальное. Все, наверное, все-таки зависит от влажности воздуха именно вот в помещении. Чем влажнее воздух, тем меньше нужно поливать. Логично ведь, да. Вот так вот. И поэтому вот смотрю, хожу. Вот этот мне очень нравится. Вот. Прям хорошо так растет и цветет. Видите, смотрите, тут у него один, вот там другой. Вот видите уже, ой, еще один там есть. Есть, вот начал уже зачернеть этот цветок, в общем. Так вот, не надо его тоже заливать. Зато вот эта пальмочка стоит. Я его тоже раз в год поливаю, и все, ему замечательно, ему хорошо. Как-то так. Вот сюда вот этот вот плющ поставил. Там уже по нему тоже буду стараться. Вот видите, что-то облезает уже. Вот так вот один раз купила тоже. И он начал вот так вот осыпать. А что тут, тут такой, тут паук что ли живет, не пойму. И вот так начал осыпаться, отсыпаться, и все. И трындец пришел. А потом я посмотрела на корни. А там полный трындец, потому что все корни у него, это знаете, цветочки, это перегнив. Перегной перегнив. В общем, все корни этого, сгнили. Да, немного вам своего сада показала. Красавица, красавица. Замечательно себя чувствует. Да, я открываюсь после обеда на этой неделе. Поэтому приехала в субботу после обеда на работу. Сейчас посмотрим с вами панораму, которая открывается. Море такое черное, по-моему, опять шторм будет. И на пляже есть люди, представляете? Представляете? На пляже есть люди. Вот, сейчас сделаю фоточку и поставлю в инстаграм субботу прошлую и от субботу. Но, кстати, ветер не холодный такой, знаете, теплый. Я потом гулять пойду вниз туда. Я отработала. И как в былые времена приехала после работы на пляж. Сейчас прогуляемся. Небольшой ветер все равно дует. Смотрите, какая у нас тут красота. Если вы ее не забыли. Я работаю там наверху. Эй, вы там наверху. Не топочите, как слоны. Вообще, как здорово, когда можно пойти, куда хочешь. Только погода не очень. Завтра вообще, на следующей неделе погода не очень будет ветреная. Поэтому пляж еще откладывается на целую неделю. А я всегда говорила, что в мае, в начале июня я на пляжи не хожу. Для меня холодно. Но люди все равно есть. Сейчас посмотрим. А еще у меня сегодня... У меня мои клиентки, бабушки, они такие смешные. Вообще, я над ними угораю. Значит, они по улице ходят в маске. А у нас улицы-то они вообще безлюдные. Людей нет. Они, значит, заходят ко мне в парикмахерскую. Вешают на вешалку свои сумочки. Снимают маски и вешают их тоже там. Мне такая ржачная. Я, знаете, сразу такая смеялась и пыталась им объяснить, что маски нужно именно надевать, где люди. То есть, когда ты зашла в парикмахерскую, они снимать ее, а они бесполезно не понимают. И вот сегодня она еще тоже пришла. Бабушка ей перед карантином, ну, в одно время карантина, ну, и теперь уже оставит. Ей 80 с лишним лет. И ей... Она живет одна. Не знаю откуда. Хунта Андалусия, это такая организация. Ну, Андалусия предоставила на один час девочку. Ну, девушку, помощницу вроде бы. Она вот к ней приходит около 12. Там убирается у нее. Если надо, покушать приготовит. Вот. Посмотрит там вот за бабушкой. И, в общем, такие на час. Вот она каждый день ходит. А еще, говорит, рядом с ней живет наша Мерша. Она, кстати, моя клиентка вот этого городка. Хорошая женщина. И вот они живут рядом. И, говорит, во время вот этого карантина, пандемии, прямо вот прямо когда самый пик, говорит, ее муж мне, говорит, каждый день приносил еду. Ну, вот они готовили себе там и ей приносили, представляете. Также есть, ну, покупали ей еду. Вот она сегодня первый раз вышла за все время. Вот с марта месяца, с середины марта первый раз вот пришла ко мне. Из-за того, что она мало двигалась. И, в общем, сейчас ей сложно ходить. Ну, ходит, но как бы тяжело ей, да. И вот она мне рассказывала, что вот девушка к ней ходит. Каждый месяц разная. Чтобы девушки не привыкали, или женщины-работницы не привыкали к своим подопечным. И подопечные не привыкали к своим... Ну, это как дети, знаете, потом, чтобы не было такой связи. Уже начинается ветер. И вот она говорит, а мэр, как со мной, говорит, я даже не ожидала. Я говорю, а как они, постучался в дверь и принес тебе еду? Ну, говорит, ну да. Вот. Я говорю, как неожиданно. Она говорит, да. Сейчас, конечно же, нет. Но вот месяц, полтора месяца, они, говорят, мне носили еду. Представляете? Вот так вот. Вот так вот проживали старички. Одинокие. И этот вот кризис. Вообще приятно очень. А еще у бабушек здесь, знаете, есть. Ну, это платная услуга, но недорогая. У них, в общем, есть такая кнопка, как они ее называют. Ее можно носить как браслет, а можно как вот на шею вешать. Если вдруг упадет там она или еще что-то с ней случится, она может каждый раз нажать на эту кнопку и сделать вызов там на станцию. А на этой станции есть два номера, кому нужно звонить в таких случаях. Такая огромная собака. И вот мне не нравится, что она идет к маму чар. Вот. Мужик сказал, что ничего не делает. Чарли вам? Вот. И если в случае чего-то, то они нажимают на эту кнопку и звонят там родственникам или еще кому-то двум людям. И вот потом этот человек идет, проверяет, все ли нормально с этой бабушкой или дедушкой. Что хотела еще сказать. Ага, еще у моей одной клиентки, вот которой я домой хожу укладывать, у нее дочь поставила видеокамеру. Ну, не видеокамеру, но как, знаете, а вот она няня, или как там называется, как за детьми подглядывает. А у нее прям вот, где она постоянно сидит, бабушка перед телевизором, и камера вот так вот поставлена. А я в последний раз, так смешно мне было, пока бабушка пошла там маску надевать, я стою, значит, в этом зале. Я совершенно забыла. А мне сказала дочка, говорит, вот у меня тут типа камера. Не потому что там она мне сказала, что она будет за мной следить. Просто так мы разговаривали, у нас такие хорошие дружественные, можно сказать, даже отношения. И я что-то такая. В этот раз никого дома не было. Я у них вышла на террасу такая, посмотрела, руки обработала. У них там и алкоголь стоял, спирт и гель. Обработала руки, поправила маску. Вот, посмотрела бегудюшки. И такая, блин, говорю, здесь же камера. Хорошо, что я ничего еще никуда не полезла. А то, знаете, можно куда-нибудь залезть еще посмотреть. У них такой дом, знаете, как вот богатый. И там все старинное. И много всяких интересных вещей для разглядывания. Я представляю, сидит сейчас эта дочка, ее на работе, смотрит, как я лазаю по этим, по их шкафам. И разглядываю разные вещи. А я такая, блин, говорю, здесь же камера. Такая сразу, раз, ту-ту-ту-ту-ту. Ой, блин, и смех, и бег. Так что вот так вот здесь живут пожилые люди. Под присмотром. Никого не оставили без внимания. В общем, знаете, чем я тут занимаюсь? Я пришла после работы. Я на работе начала книжку читать. Ну, свободное от работы время. Например, вторник, среда, четверг. Такие дни тихие. Вот. И дошла, как говорится, до интересного. Обычно на книгу там дается, я не знаю. Ну, чтобы она вам понравилась. Там не с первых страниц, правильно, она нравится. До середины, ну, до третьей части, наверное, книги дошла, и все. Не могу оторваться. Смотрю сериал турецкий. Вот этот вот, дочери Гюнеш. Остановила. Какой сериал? Книжку, захлеб читаю. Рыба моя отдыхает. Смотрите уже, сколько мне зацепок понаделал. Страсть везде. Своими когтями. Я бы сегодня зубы чистила. Представляете? Вчера чесала, сегодня зубы чистила. Скажет, вообще замучила. И вот, не могу оторваться от книжки. Прямо вот сижу, вот пришла и читаю, читаю. Наверное, буду сегодня, у меня ночка предстоит. Ну, там немного уже осталось, так что дочитывать буду. У нас сегодня такая жара, прям даже это, неожиданно как-то. Я думала, сегодня прохладнее будет, а нет. И все. Вот сейчас, думаю, пойду промонтирую, а то потом все, не оторваться от меня. Ой, трындец капец. Завтра собралась машину помыть свою, а там она вся уже грязненькая. Что еще, погуляю, схожу с Чарли с утречка. В общем, не знаю, там потом, может быть, куда-нибудь сходим покушаем, тапы какие-нибудь с пивком. Ну, в общем, как обычный воскресный день до карантина. И все. И больше ничего я сегодня делать не буду. Книжку читать. Вот сижу, с вами разговариваю, а все мысли там об одном. Так что буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Я буду более свободна. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Пока-пока.